Сегодня поговорим про проницаемость кишечника. Существует ли синдром кишечной проницаемости? И как действительно эта история может влиять вообще в принципе на ваше состояние? Есть ли у вас действительно синдром дырявого кишечника? Я считаю, что во многих случаях это некорректно так называть. Но бывает так, что действительно наш кишечный барьер, он становится проницаемый. И почему так происходит? Часто это либо нерациональное питание, либо кишечные инфекции, либо какая-то антибиотикотерапия, либо токсические воздействия. Например, какие-либо протоновые помпы, какие-либо токсины противовоспалительные, курение, алкоголь, суррогаты, тяжелые металлы. Это все работает на кишечник. Другой момент, если есть действительно проблемы с кишечником, часто бывает дефицит микронутриентов, в частности цинка, и эпитериальная проницаемость имеется при обширных ожоговых поражениях. Другой момент, если мы с вами говорим про то, на что это влияет, это влияет на все, на мысли, на чувства, на состояние. И бывает так, что у человека, помимо этого, начинается ревматоидный артрит, глютеновая энтеропатия, атеросклероз, инфаркт, инсульт, аутизм. Это осложнение долгой истории проницаемости кишечника. Другой момент, напоминаю, что воспаление обуславливает повышение риска и атеросклероза, и сердечной недостаточности. Другой момент, если мы с вами говорим про исследование крови, то его четко нужно сдавать. Диета терапия при синдроме кишечника действительно достаточно непростая, о ней я вам позже расскажу. И здесь важно принимать действительно добавки, которые влияют на восстановление. Омега-3 жирные кислоты, пребиотики, пробиотики и, например, даже цинк может помочь. Напоминаю, что при синдроме дырявого кишечника такое ощущение, что все сразу, все, что из кишечника идет в кровоток, начинает болеть голова, начинает болеть суставы, потому что действительно эта история достаточно серьезная. И это бывает при СРК, при других поражениях и даже бывает при непереносимости долгой продуктов. Плюс еще при сниженной кислотности и при других тяжелых состояниях. Если мы с вами говорим про то, что необходимо, то здесь необходимо работать со стрессом и работать с витаминами. Напоминаю, что иммунитет напрямую связан с витаминами и очень-очень важно поддерживать всю работу при помощи комплекса, который вам может помочь. Подписывайтесь на мой канал, пишите вопросы, с радостью вам отвечу и действительно дам обратную связь. Другой момент, дырявый кишечник приводит к депрессии, все об этом знают, и к нестабильному эмоциональному состоянию, потому что через кишечный барьер могут проникать уже в кровоток все, что вы в принципе съели, и вирусы, и бактерии, и человек становится нервным, возбудимым. И действительно это достаточно серьезная история. Другой момент, влияние жирных кислот на кишечный барьер очень сильное. Если мы с вами говорим про то, что изменения из-за кишечной проницаемости могут быть ментального уровня, и желчные кислоты, выделяемые из 12-перстной кишки, помогают переваривать липиды, а также холестерин и жирорастворимые витамины. То есть мы с вами четко понимаем, что если плохо что-то работает, желудок, желчный, то уже вся история с кишечником начинает гулять, потом, как говорится, гуляют мозги. Поэтому, ребята, будьте осторожны, лечите все вовремя, пишите вопросы, отвечу.